Алексей Параманов, Сергей Литвинов, Мария Буэна кого потерял спортивный мир в 2018 году. 29 декабря 2018 года, 17 часов 32 минуты Сергей Стариков в 2018 ушли из жизни старейший из ветеранов московского футбольного Спартака Алексей Параманов, обладатель рекорда Олимпийских игр в метании молота Сергей Литвинов, 19-ти кратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Буэна и другие известные атлеты, тренеры и спортивные функционеры. Кого лишился мир спорта в уходящем году в материале? Арт. Легенда Спартака 24 августа 2018 года российский футбол потерял своего старейшего ветерана. В возрасте 93 лет ушел из жизни Алексей Параманов. Спустя несколько недель после домашнего чемпионата мира легендарный игрок Спартака был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Свою футбольную карьеру Параманов начал сразу после войны. В Великую Отечественную он работал на военных заводах. Из команды «Строитель» молодой спортсмен перешел в ВВС, а затем оказался в рядах красно-белых. Причем в переходе ему посодействовал известный комментатор Николай Озеров, именно он посоветовал руководству клуба взять этого игрока. В составе московского Спартака Параманов провел 12 лет, в течение которых четыре раза становился чемпионом СССР и дважды поднимал над головой Кубок страны. Для полузащитника он обладал неплохим голевым чутьем, отметившись 73 забитыми мячами в трехстав-двух встречах. В составе национальной команды он выступал в период с 1954 по 1957 год и стал обладателем золотой медали игр в Мельбурне. В 1959 году Параманов завершил карьеру футболиста и решил попробовать себя на тренерском поприще. На протяжении более чем 20 лет он работал в штабе сборной СССР разных возрастов, а также тунисского Этуаль-дю-Сахель. В период с 1981 по 1991 год он занимал должность ответственного секретаря в Федерации футбола страны, а после председателя комитета ветеранов РФС. Алексей Александрович был и навсегда останется настоящей легендой отечественного спорта, кумиром многих поколений любителей футбола, болельщиков клуба «Спартак», говорится в телеграмме президента России Владимира Путина, который выразил соболезнования родным и близким Парамонова. Рекордсмен Олимпийских игр с детства Сергей Литвинов увлекался спортом, уделяя много времени занятиям футболом и борьбой, но наибольших успехов достиг в метании молота. В этом ему помог заслуженный тренер СССР Игорь Тимошков, который еще в школе заметил талант юного Сергея. Звездным часом для спортсмена стали Олимпийские игры в Москве, на которых он завоевал серебряную медаль, уступив лишь своему соотечественнику Юрию Седых. Из-за решения Советского Союза бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе свой второй шанс завоевать золото Игорь Литвинов получил лишь в 1988 году. Он с блеском воспользовался этой возможностью и занял в Сеуле первое место, установив новый рекорд соревнований – 86,04 метра. Это достижения до сих пор не превзошли. В активе Литвинова также значатся две победы на чемпионатах мира. При этом особенно примечательным является турнир 1983 года, на котором Сергей в очередной раз столкнулся со своим многолетним соперником Юрием Седых. После поражения на Олимпиаде в Москве Литвинов наконец взял долгожданный реванш, почти на два метра превзойдя результат Юрия. Литвинов продолжал выступать вплоть до 35 лет. К этому моменту он представлял национальную команду России, в составе которой стал чемпионом Европы 1993 года. Но на первенстве планеты в Штутгарте Литвинов стал лишь седьмым. После этой неудачи он принял решение уйти из спорта. В последние годы легендарный метатель молота занимался тренерской работой, в частности сотрудничал со своим сыном, Сергеем Литвиновым, младшим. Спортсмен скончался 19 февраля в Сочи в возрасте 60 лет. По пути на базу команды он внезапно почувствовал себя плохо и упал с велосипеда. Работники скорой помощи прибыли в максимально короткие сроки, но не смогли спасти жизнь прославленного легкоатлета. Королева корта летом ушла из жизни легендарная Мария Буэна. Бразильская теннисистка достигла огромных успехов как в одиночном, так и в парном развядах. Выиграв за свою карьеру 19 турниров большого шлема и огромное число соревнований разного уровня. У представителей семьи Буэна теннис был, что называется, в крови. Ее мать и отец выступали на полупрофессиональном уровне, а брат даже представлял национальную команду страны в Кубке Дэвиса. Неудивительно, что Мария тоже решила попробовать себя в этом виде спорта и уже в раннем возрасте добилась огромных успехов. В неполные 15 лет она стала победительницей юниорского и взрослого чемпионата в Бразилии, а четыре года спустя впервые выступила на соревнованиях в Европе. Первый сверхуспешный этап карьеры Буэна начался в 1958 году. В паре с американкой Алтеей Гибсон она завоевала свой первый титул на турнире большого шлема в Лондоне. Затем она добавила в послужной список и победы в одиночном разряде, выиграв подряду Эмбудон и Осерпен, а в 1960-м навсегда вписала свое имя в историю тенниса. Бразильянка завоевала большой шлем в парном разряде и таком образом, за год взяла верх на всех четырех крупнейших теннисных соревнованиях. В 1961 году Буэна была вынуждена приостановить свою карьеру. После Ролан Горос спортсменка заболела гепатитом, из-за которого провела вне корта почти восемь месяцев. Вернувшись, Мария подтвердила свой статус одной из самых успешных теннисисток в истории, завоевав еще 10 титулов на турнирах большого шлема, 4 – в одиночном разряде, 6 – в парном. В последние годы карьера бразильской теннисистки была осложнена травмой руки. Сыграл свою роль и уход из спорта ее давней соперницы, легендарной Маргарет Джинкорт, которая за свою карьеру выиграла 62 турнира большого шлема. Видимо, после этого бразильянка потеряла интерес к игре. Примечательно, что за свои невероятные заслуги Буэна была включена в Международный зал теннисной славы еще за два года до окончания карьеры, в 1978 году. Буэна ушла из жизни 8 июня в возрасте 78 лет. В последние годы она боролась с тяжелым заболеванием, раком ротовой полости. За два дня до смерти спортсменку доставили в больницу, но спасти не смогли. Ее память почтили перед финальным матчем женского одиночного турнира Ролан Горос. На протяжении минуты на корте Филиппа Шатрие звучали аплодисменты в ее честь. Летние олимпийские виды спорта В 2018 году мировой спорт лишился многих прославленных атлетов, многократных чемпионов своих стран, мира и Европы, а также призеров Олимпийских игр. 6 апреля ушел из жизни прославленный тяжелый атлет Александр Курлович. За свою карьеру уроженец Гродно установил 12 мировых рекордов, четырежды завоевывал золотые медали на чемпионатах мира и дважды на Олимпийских играх. Скончался в возрасте 56 лет от сердечной недостаточности. 22 ноября не стало двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева. После окончания своей грандиозной спортивной карьеры он стал известным тренером, а затем занимал должность министра спорта Северной Осетии. 16 августа в возрасте 49 лет ушла из жизни прославленная гимнастка Елена Шушунова. Она является двукратной победительницей Олимпийских игр и пятикратной чемпионкой мира. Причиной смерти прославленной спортсменки стала пневмония. 19 февраля скончался прославленный спортсмен и заслуженный тренер по академической гребле Юрий Тюкалов. Он добился огромных успехов на спортивном поприще, стал двукратным олимпийским чемпионом. А в юном возрасте Юрий защищал свою страну во время Великой Отечественной войны, за чтобы был награжден медалью за оборону Ленинграда. Он умер, когда ему было 87 лет. Летом этого года не стала и олимпийской чемпионки по фехтованию на рапирах Валентина Растворовой. Звездным часом воспитанницы Динамо стала Олимпиада 1960 года в Риме, на которой она победила в командных соревнованиях, а также завоевала серебро в индивидуальном турнире. Спортсменка скончалась 24 августа на 86 году жизни. 19 марта не стала ее ровесницей, метательницей диско Ирины Бегляковой. В 1956 году спортсменка завоевала серебро на Олимпиаде в Мельбурне, впоследствии она была награждена Орденом Знак Почета. В возрасте 82 лет скончалась бронзовая медалистка чемпионата мира по художественной гимнастике Лилия Назмуддинова. Она была одним из первопроходцев в данном виде спорта в Советском Союзе, став первым заслуженным мастером спорта СССР и четырехкратной абсолютной чемпионкой страны. Ее не стало 18 сентября. 1 января в возрасте 97 лет скончался американский бегун Клиффорд Борленд. Уроженец Лос-Анджелеса подавал большие надежды в спорте и стал чемпионом в США среди любителей, но был вынужден отложить карьеру из-за Второй мировой войны. По возвращении к мирной жизни он выступил на Олимпиаде 1948 в Лондоне, где стал чемпионом в эстафете 4.400 метров, зимние олимпийские виды 25 сентября в возрасте 74 лет скоропостижно скончался прославленный советский лыжник Владимир Воронков. На Олимпийских играх в Саппоро он был членом команды, завоевавшей золото в эстафетной гонке 4.10 километров. Настоящим шоком для мирового спорта стало убийство 25-летнего казахстанского фигуриста Дениса Тена. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи получил глубокое ножевое ранение в ходе потасовки со злоумышленниками, которые пытались снять зеркало с его машины. Спортсмен скончался в больнице 19 июня. Трагичной оказалась и смерть титулованной лыжницы Вибики Сковтирут. 29 июля тело олимпийской чемпионки Ванкувера в эстафете было найдено на берегу одного из островов на юге Норвегии. Предположительно, спортсменка погибла, катаясь на гидроцикле. Ей было 38 лет. Футбол и хоккей 29 ноября на 71 году жизни скончался прославленный советский футболист Виктор Матвиенко. Уроженец Запорожья прославился в играх за Киевское Динамо, в составе которого четыре раза завоевывал золото первенство СССР, а в 1975 году стал обладателем Кубка обладателей кубков. В составе национальной команды он становился бронзовым призером Олимпийских игр и серебряным чемпионатом Европы. Потрясением стала смерть защитника сборной Италии Давиде Асторе. 4 марта футболист был найден мертвым в своем номере перед игрой Суденези. Причиной смерти была названа бродиоритмия. Ему был всего 31 год. 23 апреля скончался прославленный футболист Владимир Вайс. Он не только стал серебряным призером Олимпиады в Токио, но и воспитал целую плеяду словацких спортсменов. В настоящее время его сын возглавляет сборную Грузии, а внук выступает в катарской Альгарафе. Также в 2018 году не стало прославленного советского хоккеиста Виктора Тюменева. Главных успехов в своей карьере он достиг вместе с национальной командой, в составе которой победил на играх 1984 года, а также трижды становился чемпионом мира. Принял участие в знаменитой суперсерии 1985 дробь 86, в рамках которой ЦСКА играл с клубами НХЛ, спортсмен заменил Игоря Ларионова и более чем успешно провел турнир. Он ушел из жизни 2 августа в возрасте 61 года. 28 декабря не стала двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Евгения Зимина. В 1972 году он принял участие в знаменитой суперсерии с Канадой, став автором первой заброшенной шайбы в ворота соперника. По окончании карьеры Зимин работал тренером и комментатором. Игровые виды 29 июля не стала известной гандболистке Еленой Поршковой. На протяжении последних лет спортсменка тяжело болела, в возрасте 41 года она ушла из жизни. За свою карьеру Елена трижды становилась чемпионкой страны, а в 2001 выиграла чемпионат мира. Серьезные потери понес и баскетбол. На 1972 году скончался прославленный американский игрок Джо Джо Уайт. Большую часть карьеры он провел в составе Бостон Селтикс, с которым дважды становился чемпионом НБА, причем в 1976 году он был признан самым ценным игроком — МВП. Финала. 31 января в автокатастрофе погиб бывший игрок Оклахомы-Сити Тандер Ресул Батлер. 38-летний спортсмен, который находился в машине со своей девушкой, потерял контроль над автомобилем и врезался в стену. 10 октября в возрасте 96 лет скончался легендарный американский тренер, создатель треугольного нападения Тексу Интер. Большую часть карьеры он проработал ассистентом Фила Джексонов Чикаго Буллс и Лос-Анджелес Лейкерс, которому Интер помог завоевать 9 чемпионских титулов. Функционер и осенью 2018 года своего владельца лишился футбольный клуб Лестер-Сити. Вишай Шри Вадонапрабха приобрел клуб в 2010 году. Во время его правления клуб впервые в истории стал победителем английской премьер-лиги АПЛ. 27 октября после матча с Вестхэмом «Вертолет», на борту которого находился руководитель команды, вскоре после взлета потерял управление и рухнул на парковку около стадиона Кингс Пауэр. Тайскому бизнесмену было 60 лет. Несколькими днями ранее ушел из жизни генеральный секретарь Международной федерации баскетбола, ФИБА. Патрик Бауман, известный функционер, умер 14 октября в результате сердечного приступа во время посещения летних юношеских Олимпийских игр. 51-летний швейцарец руководил организацией с 2003 года. В марте этот мир покинул бессменный владелец спортивных клубов нового Орлеана Том Бенсон. На протяжении 33 лет бизнесмен руководил футбольной командой Нью-Орлеан Сейнтс, а с 2012 года взял под контроль баскетбольную Нью-Орлеан Пеликанс. Он скончался 15 марта на 91-м году жизни. 25 октября ушел из жизни четвертый президент национальной хоккейной лиги НХЛ Джон Зиглер, младший. Он стал первым американцем, занявшим эту должность и руководил организацией на протяжении 15 лет. Продолжение следует...